МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Паша, документы, пожалуйста. Пожалуйста. Будьте добры, багажник откройте, пожалуйста. Дело приподнимите, пожалуйста. ВЫСТРЕЛЫ Стой! ВЫСТРЕЛЫ Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проект Первого канала «След». Смерть наступила от часа тридцати до двух тридцати. Затронуты сонная артерия и еренная вена. На руках и ушах погибшей имеются следы украшения. На шее фрагменты золотой цепочки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Созвонись с родственниками погибшего Левко Василия Павыча. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 82-го года рождения. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Проживает по адресу Улица водолаза Кротова, дом 15. Строение 2. Квартира 44. Но откуда я знаю, чем славен этот водолаз? Посмотри в интернете. Так, еще. Перед этим созвонись со владельцем машины, обнаруженной на месте преступления, Мальковым Олегом Игоревичем. Здравствуйте, это из милиции. Извините, что так поздно. Малькова Олега Игоревича, позовите, пожалуйста, к телефону. Очень срочно. Это по поводу его супруги Ирины Сергеевны. Олег Игоревич, вас тут из милиции спрашивают насчет Ирины Сергеевны. Говорят, срочно. Олег Игоревич! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Билет на утренний рейс Москва-Валетто на имя Мальковы Ирины Сергеевны. Следы этого неизвестного хорошо видны здесь, где он догнал женщину. Его ботинки сорок четвертого размера. А следов другого автомобиля на обочине нет. Он мог и посреди дороги встать и остановить жертву. А мог приехать на машине погибшего? Мог. А-а-а, и ты-то твою налево. Слышал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А может, и не мог? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я в профиль хорошо получаюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смерть Малькова наступила в период с полуночи до часа ночи. Предположительно, в результате резаные раны шеи. На кровати и на половой руковати множественные пятна бурого цвета. Лейтенант, того охранника, который труп обнаружил, давай к нам в ФС. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ майор, следы неизвестного ведут к железнодорожной станции. Там собака след потеряла. 6.45. А во сколько здесь начинают ходить электрички? В 2.45 там останавливается почтово-пассажирский поезд. Я проверила про списание. У нас с вами предстоит серьезная беседа. Чем вы занимались в семье Мальковых? Ну, так я охранник у них. Скажите, когда вы в последний раз видели Малькова живым? Наверное, вчера вечером, а может ночью. То есть вы не знаете, был он живой или мертвым? Понимаете, когда Васька с Ириной Сергеевной уехали, я дверь закрыл и пошел в кабинет коллегу Игоревичу. Там тихо, света нет. Я посмотрел, он, кажется, спит. Но я не стал его будить и пошел обратно к себе. А вот потом, когда из милиции позвонили, я опять к нему, а он же того не дышит. Скажите, а в квартире что-нибудь пропало? Все осталось на месте? Не, ничего не пропало. Ничего не украли. Я же там осмотр делал потом. Хотя, знаете, мне кажется, не было ножа в тумбочке в спальне. Кажется? Точно. Точно-точно. Ножа в спальне не было в тумбочке. Скажите, а когда вы в последний раз видели этот нож? Ну, я не могу так сказать. Но он его там всегда держал. На крышке ноутбука обнаружено пятно бурового цвета. Предположительно, кровь. В зубах трупа Мальковы обнаружена частица вещества темного цвета. Оригинальный способ стирки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот тебе сюрприз для Галины Николаевны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На рукоятке ножа, обнаруженного в ванной комнате, видны остатки рыболовецкой лески. На лезвии и режущих поверхствах ножа при постом внешнем осмотре следов органических соединений не обнаружены. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Частица представляет собой фрагмент, выделанный промышленным способом кожи, крашеный. И, судя по способу обработки, это частицы перчатки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сиди, сиди. Этот нож был у хозяина? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну да, этот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Потом Васькина родня Могла знать, а кто еще Да вы сами позвоните, Ирина Сергеевна Она же больше, наверное, знает Малькова и Оливко Несколько часов назад убиты Сиди, сиди А почему так испугались? А есть, а что вы знаете За одну ночь Целых три убийства Вы кого-нибудь подозреваете? Да нет, в принципе не было у нее врагов Ясно, Галь Компьютер Малькова я тоже сделал для экспертизы Кстати, милый друг, тебя тоже надо проверить Зачем меня-то? Так я говорю, ни при чем я здесь Ну тогда тем более ты заинтересован Пройти все необходимые экспертизы И, кстати, не волнуйся, во время экспертиз у нас не бьют Слава Богу, хоть на том, спасибо Привет, милые дамы Привет Здрасте Танюшкин, сделай, пожалуйста, анализы Что это? Вот это Соскоп бурых пятен с пола в спальне Малькова И проверь, пожалуйста, нож На нем может что-то быть, хотя, я думаю, вряд ли Его замыли, я нашел его в ванной Прикинь, спрятали в стиральной машинке Ну и ноутбук из кабинета Малькова Там есть одно бурое пятнышко И, очевидно, пальчики какие-то Угу Будь добра Даш, значит, потом ноутбук поступает тебе на растерзание Посмотришь, там вдруг там сокрылись какие-то виртуальные тайны Угу И вот еще Визитка Малькова Здесь указан адрес его электронной почты Если сможешь, взломай ее, пожалуйста Окей, сделаем И, пожалуйста, распечатай список телефонных звонков всех фигурантов дела Сотовые компании должны были уже прислать Хорошо, сейчас посмотрим Ну, девочки, поработаем Валюша, вся надежда только на тебя Может, удастся обнаружить кто-нибудь на телах погибших? Убийца Малькова я легко сработал профессионально Он не оставил никаких следов, ну, кроме следов обуви Да и те ведут на железнодорожную станцию Где-то так все затоптано Пассажирами Валь Ну, есть у меня кое-что На обнаруженной в зубах трупа Мальковой частицы перчатки Колония жизнеспособных вирусов гриппа Причем во рту Мальковой вируса гриппа нет Что это значит? Вирус гриппа мог до настоящего времени не погибнуть и не размножаться лишь только в одном случае В каком? Если через 8-15 минут после его попадания температура в ротовой полости Мальковы опустилась ниже плюс 30 градусов Так Сереж, ты оказался прав Сереж Ха Доброе утро! Я не спал А я наблюдал за вашим Сереж, ты был прав Но наженит никаких отпечатков пальцев, кроме следов от моющих средств Что? А, я так и думал Ага, появился список сотовых звонков На частице перчатки есть и мокрота, с которой вирус гриппа и попал на нее Так что, Николай Петрович, скоро у нас будет ДНК человека, чья мокрота обнаружена на частице перчатки Надо будет взять образцы ДНК милиционеров ДПС, которые обнаружили труп Мальковой и Оливко И сравнить их с ДНК, с перчатки, с полости рта Мальковой Ты что, думаешь, это они? Валь, все бывает Но ведь каким-то образом убийце удалось остановить машину Оливко и Малькова Либо они его знали Либо они не могли не остановиться, если, например, убийца был в милицейской форме Ну а что с электронной почтой Малькова? А, кстати, сейчас Секунду Даша, мне нужен список звонков Мальковых и Оливко Ну вы как раз вовремя, вон они распечатываются Так, Николай Петрович, вот это твои, значит, мадам Малькова и Оливко Так, а это мне сам Мальков и Курбатов Судя по состоянию раны Получена она не более четырех часов назад Также на запястье правой руки трупа Мальковы обнаружены две царапины Судя по состоянию этих ран, они были получены не более восьми часов тому назад Отпечатки пальцев на пластыре, полученным с указательного пальца трупа Мальковы, принадлежат Мальковой Так, посмотрим, что тут прислали Малькову Ничего интересного, какие-то бухгалтерские отчеты Можно в Абаб передать, пусть по своей линии разберутся Слушай, а там ничего нет из милицейских структур, а? Ты понимаешь, я сделал запрос Так от Мальковых не было ни одного заявления в милицию по поводу угроз И главное, в распечатке телефонных звонков нет ни одного охранного агентства Да, странно Вот здесь в списке контактов есть частное детективное агентство Громака Компания Почты только от них нет Хотя смотри-ка, в исходящих есть уведомления Вчера в 23.25 получено от детективного агентства Громака Компания Что бы это значило? Ммм, да ничего Просто кто-то эту почту вчера после 23.25 удалил А из корзины удаленные файлы, судя по настройкам ящика Удаляются через час после выхода из интернета Алло, добрый день Федеральная экспертная служба, майор Майский беспокоит Скажите, пожалуйста, детектив Громак на месте? Передайте ему, пожалуйста, чтобы он срочно мне перезвонил А еще лучше, пусть срочно едет в ФЭС Да, спасибо, всего доброго Смотрите В соскобах с пятен бурого цвета на полу спальни Малькова Обнаружены частицы крови двух разных людей Значит, кровь самого потерпевшего Малькова У него группа крови вторая, резус-фактор положительный И четвертая группа крови, резус-фактор отрицательный Кто бы это мог быть? Ты не знаешь, честно? Я знаю, вернее, ты догадываюсь Из всех фигурантов дела о гибели Мальковых и Оливка, чья группа крови известна Кровь четвертой группы, резус-фактор отрицательный Имелась у погибшей в лесу Ирины Мальковой Любопытненько А еще любопытнее То, что кровь обоих попала на пол практически одновременно Так что ж получается, супруги Мальковы были убиты в сорока километрах друг от друга С разницей по времени от часу до двух А их кровь оказалась на полу одновременно? Очень интересно Так, интересный звоночек Каманин Где-то слышал эту фамилию Каманин, Каманин, Каманин То есть Ирине вчера и позавчера звонил некто Каманин Так, первый раз она не ответила А второй раз разговор длился секунд десять Каманин, Каманин, Каманин Ну, никому ничего не напоминает Каманин Это бывший олигарх, его же посадили Точно АО «Народные капиталы» Финансовая пирамида Так У меня, кстати, здесь тоже в распечатках телефонных звонков тоже есть Каманин Он звонил вчера и позавчера Причем первый звонок был на три минуты, а второй аж на целых семь О чем они могли разговаривать, а? Ну, Курбатов Ну, погоди Он же нам ничего об этом не сказал Даш, посмотри-ка в базах МВД Уголовное дело по народным капиталам МВД Так Ну, прошу Уголовное дело по финансовой пирамиде Народные капиталы Распечатку возьмите Да Ну, ничего себе Тебе знаком человек по фамилии Каманин? Ну да, знаком, а что? Вопросы потом Он тебе звонил несколько раз Вы о чем-то говорили Я хочу знать о чем Да и Я и не помню уже Вот это зря Рекомендую вспомнить Так как дело происходило недавно А отказ от сотрудничества со следствием Это Очень плохо И влечет за собой Уголовное наказание Так я ж не отказываюсь Я ж не отказываюсь Я ж говорю, что Семен Александрович, да Ну, мне звонил Дня три назад И Обещал хорошие деньги заплатить Если я буду ему сообщать Обо всех передвижениях Ирины Сергеевны Так ты рассказал О поездке в аэропорт Рассказал! Ну, я ж не знал, что этим-то все закончится И Обещал деньги Заплатить Хорошие Молодец Галина Николаевна У меня есть новость Говори На рубашке погибшего Малькова Я обнаружила кровь обоих супругов Причем оказалась эта кровь практически одновременно Может быть, это случайность Что-то я не верю Есть новость Что смешного? Не обращай внимания, говори Курбатов раскалывался И что поведал? Оказывается, что это он рассказал Каманину О поездке Малькова и Оливко в аэропорт Каманин, Каманин А это не тот ли олигарх? Вот этот основатель знаменитой пирамиды народной капиталы Тот самый, после падения пирамиды он был в бегах Был арестован и осужден за мошенничество А недавно он освободился досрочно Да, я помню, газеты тогда писали, что бесследно пропали все деньги вкладчиков народных капиталов Эквивалентный 60 миллионам долларов Ух ты В материалах дела есть такой момент Я созвонился бывшими работниками народных капиталов Мальков был одним из заместителей Каманина А Ирина Малькова в те времена наносила девичью фамилию Подопригора Была его секретаршей Так вот, Ирина и Каманин были любовниками Да они просто не пытались это скрывать И все думали, что они поженятся А когда Каманина посадили Ирина Подопригора очень быстро стала Мальковой То есть, выйдя за него замуж И они вместе зарегистрировали в офшорах сразу несколько фирм Классический треугольник Ну, там, где есть большие деньги и женщина Жди конфликта между мужчинами Вот именно А вернувшись из заключения Каманин вполне мог предъявить претензии Обоим Мальковым, обвинив их в предательстве И потребовать материальную компенсацию Вот именно Ну, это всего лишь предположение Нам нечего предъявить Каманину Ну, разве что только, что он знал маршрут передвижения Мальковой и Оливко Ну, пригласить Каманина для беседы все-таки стоит Конечно Естественно Ну, я за Каманина? Нет Мы пригласим его официально А к тебе есть другое поручение Кто пришел? Громак? А, из детективного агентства Да-да, пропусти, я его очень жду Что-нибудь странное Ладно, я сам подойду сейчас Куда это ты так торопишься? Громак пришел, детектив Поговорить надо Пожелай тебе удачи Пожелай Удачи тебе Спасибо, пойдем? Пойдем Ну, и где твой громак? Да не знаю я Алла, почему у нас постороннее расположение? Такой ты Что вот? Что у меня здесь балаган разводить? И, кстати, где этот громак? Здравствуйте, майор Я и есть тот самый громак Точнее сказать, та самая громак Мария громак Вы извините, что в таком виде Я просто разгримироваться не успела А из офиса позвонили, что у вас тут задание срочное Вот так вот, мастер перевоплощения Оказывается, что есть специалисты покруче тебя Аллочка, не будем им мешать Я надеюсь, вы не обиделись на меня Да ни в коем случае Мне нужно пять минут для того, чтобы привести себя в порядок Конечно Более того, я уверен, что Сняв все это, вы поразите мое воображение еще больше Я надеюсь, это комплимент? Ну, такой неуклюжий Значит, перевозите пассажиров в кузове без надлежащих приспособлений Нехорошо Нынче это штраф Сколько? Считай, тысяч полторы Это ночью А днем все две Так это ж наши рабочие с лесопилки Автобусы не ходят нынче Мне сказали забрать их Не имели права Кузов не предназначен для сидения Борта слишком низкие Борта низкие Ну как это? Ну, то есть, ну, командир, ну прости на первый раз Номера грязные Да где ж они грязные? Грязные И вон, левый поворотник разбит Так проверил, что Разбит Ты пьян, что ли? А ну, дыхни Ну, что, ребят? Дыхни Ой Мужики, ну что вы взялись на Пашку? Отпустите его с миром Мы дальше пешком пойдем Пойдете, пойдете пешком Ну-ка, вылезай из машины Вылезай Давай быстрей В другом месте говорить будем Давай, давай, быстрей Давай, давай, поторапливайся Ну-ка, встали туда Встали, встали, встали Ну, что делать будем? А? Что за шума, драки нет? Здравствуйте, товарищ майор Вот, разбираемся с нарушителями Похвально Но придется остановиться Мне нужно взять у вас анализ Анализ? Пожалуйста Проверьте их навыки А это зачем? Анализ на ДНК Не бойтесь, это не больно А? Бра Теперь ты Мне положать или как? Да уезжай Молодец Всего доброго Мария Андреевна Просто Мария Спасибо А я просто Сергей Давай на ты Давай Очень приятно Извини, что оторвали от работы Но Мы расследуем дело Об убийстве Олега Малькова Олег Игоревич Умер? Не умер Убит этой ночью И жена его тоже убита Мы вскрыли его электронную почту и И увидели фотографии Его жены в момент свидания с любовником Нет Ничего такого мы там не видели А что, должны были? Да, вчера после 23 часов Я отправила снимки На адрес Малькова И даже получила уведомление о том, что они доставлены Но правда эти снимки были недельной давности На этот адрес? Да Странно То есть снимки ты сделала неделю назад А отправила только вчера А почему? Ну, хотелось еще поснимать для полноты информации Но больше они так и не встречались То есть Ты снимки отправила Получила уведомление о получении Кто-то их стер там Кстати, а почему Мальков Именно вашему агентству поручил это дело? Ну, причина проста Мальков подозревал Ирину в измене Но никак не мог поймать ее с поличным А дело в том, что По брачному договору между Мальковами Если один из супругов уличен В неверности То при разводе Второй автоматически получает Все имущество Мальков За неимением доказательств Обратился в наше агентство То есть он получил фотографии Посмотрел, но не сохранил? Ну, это ничего страшного Ведь в моем компьютере они сохранились Я могу их переслать Как только доберусь до компьютера Как ты быстро доберешься? Ну, я думаю, через час Но я могу сказать Фамилию любовника прямо сейчас Я ведь вела его до дома И кто же этот счастливчик? Эпителий, обнаруженный под ногтями Погибшего Малькова Принадлежит его жене Да, а ДНК милиционеров ДПС Обнаруживших трупы Мальковы и Оливко Не совпадает с ДНК человека Чья мокрота обнаружена На частице перчатки Изо рта Мальковой Спасибо, Валечка Ну что, Антонова говорит Что под ногтями Малькова Обнаружена ДНК его жены Это раз Во-вторых, на рубашке Малькова Кровь обоих супругов Причем эта кровь попала на рубашку Одновременно Это два Хорошо Вот тебе три На полу спальни Мальковых Кровь обоих супругов И тоже попавшие туда Одновременно Мало? Тогда четыре На клавиатуре Мальковского ноутбука Опять кровь обоих Мальковых И более того Самое главное На руке Мальковой резаная рана Она запястье для свежих царапин И по утверждению Антоновой Получила она их Примерно в тот отрезок времени Когда убили ее мужа Это пять Думаешь, Малькова убила мужа? Я уверен в этом, Галь Уверен Ну хорошо, мотив Мотив как раз есть Очень хороший мотив Говори Вчера вечером Детектив Громак Прислал на электронную почту Малькова Фотографии Доказывающие факты Измены его жены И кстати, знаешь, кто любовник? Подожди, не говори А вот теперь говори Команин Ну ты молодец Проинтуичила? Просчитала Она же его бывшая любовница В любом случае Галина Николаевна Снимаю восхищенную шляпу Перед вами Принимается Давай дальше Только присядь, не маячь Есть, сесть, не маячить Вот, значит По брачному договору Мальковых В случае измены Одного из супругов Второй при разводе Получает все То есть воспользовавшись Этими фотографиями Мальков оставил бы супругу Вообще без копейки Но ведь не покрячился И показал ей их За что поплатился жизнью А она просто их удалила С электронной почты И все Вот, я считаю Примерно так все и было Но с первым убийством понятно А второе Убийца ограбил трупы Ну, может, простое ограбление Да, вряд ли Смотри, как все совпадает Малькова зарезала мужа И уехала в аэропорт По дороге ее убивают Ну, водитель, думаю, ни при чем Просто попал под раздачу Но кто мог желать смерти Мальковой? Ну, тот же Каманин, например Вместе все такое А что? Каманин сам на мокрое дело не пойдет Он, конечно, жулик Но не убийца Но он мог быть заказчиком Я тоже так думаю Надо, чтобы Максимова Сделала запрос в МВД На тех, кто вместе Отбывал срок с Каманином На всякий случай Проверим их Логично Степан Александрович Спасибо, что вы согласились Побеседовать Ириду и Олега убили Невероятно В жизни все невероятно Кто не был в неволе Не умеет ценить свободу Я умею Тут сообщение пришло Из федеральной службы Исполнения наказания По поводу осужденных Освободившихся вместе с Каманином Есть что-то интересное? Всего три фамилии Ухтомин Леонид, Бострюков Петр И Сидоркин Анатолий Ну, Ухтомин Это так Домашний боксер Избил жену Дали два года А вот второй Более серьезная акула Грабеж с тяжкими телесными Со смертельным исходом Дали 14 лет Отсидел 10 Ну и третий Сидоркин Осужден за убийство Дали 9 лет Здесь их данные И адреса Даш, а вот этот второй Как ты моего? Бострюков Вот-вот Бострюков Я считаю, что для нас Это как раз наиболее подходящая кандидатура Грабеж Убийство Все как у нас Проверять надо обоих Любыми путями взять У них анализ ДНК Для сравнения Сереж, с Кругловым съедете? Конечно Но Петрович в настоящее время В допросной Как раз команда накрутит Я его сейчас заменю Скажите, пожалуйста Зачем вы звонили Мальковой? И с какой целью Узнавали у охранника Курбатова Маршрут ее передвижения? Просто поговорить с ней хотел А что нельзя? Вы знаете, как это не складывается Вы говорите, что все забыли Простили Потом становитесь ее любовником Преследуете Ирину телефонными звонками А когда она отказывается с вами общаться Узнаете у охранника маршрут ее следования За деньги И именно на этом маршруте Она и погибает Согласитесь, странно В жизни много странного Но поверьте, к смерти Ирины Я не имею никакого отношения Я просто хотел с ней поговорить в аэропорту Но потом отменил эту встречу Меня пригласили на банкет Где я и был со вчерашнего вечера До сегодняшнего утра Что могут подтвердить не менее 50 свидетелей Ну здравствуй, здравствуй Гражданин Сидоркин Чего пришли? Болен я? Вы ведь освободились недавно Поэтому проверка режима Постельный у меня режим Температура под 40 Грипп Чего вы все ходите, проверяете? Делать вам, что ли, больше нечего? Скажи-ка, гражданин Сидоркин А где ты пребывал нынешней ночью? На-ка, на-ка, на-ка На-ка салфеточку Сидоркин Ну что ж ты дома у тебя свинячишь-то, а? Звоновские привычки Надо уже забывать Но это там На улице выброшу А ты, Сидоркин Лечись С грибом не шутит И главное Не выходи никуда Короче, с этого глаз не спускать Попытается сбежать Вязать сразу же Кофе А в буфете допить Была не судьба? Да, пьешь тут Приперся майский Принес салфетку Под подозреваемый чихнул Теперь мне нужно его сопли и слюни Проверить на ДНК Фу Садюга Может он тебя неровно дышит? Майский нервно дышит только к одной женщине в своей жизни Какой? К работе А у меня совпадение Серьезно? Угу Ну поздравляю Ты не меня, ты Майского поздравляй Он же нашел У вас в доме Обнаружена форма работников ДПС Вот здесь Подписи понятых Каким образом Эта форма оказалась у вас? Ну Купил я ее У кого? Не помню Вот хоть убей Начальник Не помню Всю память Гриб отбил Так что Отпускай меня скорее Пойду-ка я в больничку А вы не торопитесь Вот это список драгоценностей И денег Найденных у вас в тайнике Тоже с помощью понятых Каким образом Эти драгоценности оказались у вас? А я откуда знаю? Они играли Я подсел Начали вместе играть Вот и выиграл Ты ее ограбил Убил и ограбил Подонок Не болтай Дурак Трещишь как жук в коробке Тихо оба Вот здесь заключение экспертизы Познакомьтесь с ней Что за хрень? Выбирай выражение В это заключение экспертизы Согласно которому Мокрота с вашим ДНК И вирусом Гриба Обнаружена На частице перчатки Застрявшей между зубами Убитой Мальковой Ну и что? Вирус Гриба В полости рта жертвы Мог сохранить жизнеспособность Не распространяясь До времени обнаружения трупа Только в одном случае Если Малькова была мертва Через 8-15 минут После того Как Мокрота с вашим ДНК Попала в полость ее рта Остается только один Возможный убийца Тот Чья ДНК Осталась в полости рта жертвы То есть Вы Ты скотина Ты что сделал Тварь Твоя взяла Начальник Пиши протокол Чистосердечное признание Сотрудничаю со следствием Хотела я машину ограбить А эти фраера Начали дергаться Но у меня тоже Нервишки шалят Иногда Короче Не поняли мы друг друга Они меня оскорблять начали Ну а я был в состоянии аффекта Ничего не помню Я просил Не трогать ее Глох Нет Лох Уберите этого придурка Теперь вопрос к вам Вы обвиняетесь в том Что организовали Убийство Мальковой Никого я не заказывал Я просил Сидора Всего лишь Доставить Иеру ко мне Об убийстве речи не было Клянусь Я говорил тебе Зачем мокруха Просто шугани водилу Садись с ними в машину Везите бабу ко мне А я разберусь Ну Не идет Гражданин начальник Я готов чистосердечно признаться Дело в том Что Мальков сдал меня следствию А потом присвоил мои деньги Не ваши деньги А деньги Обмануты вкладчиков Пусть так Да я хотел вернуть И деньги И Ирину Но убивать я не собирался Я Всего лишь хотел Похитить Ирку И припугнуть Малькова А он Он Сидор этот Сидор Придурка Уведите А что вы же со мной Я же никого не убирал Если следствие решит Что заказчик убийства вы Суд решит вашу судьбу Вы сядете Надолго Решением суда Каманин был признан заказчиком Убийства Мальковой и Оливко И приговорен к 14 годам лишения свободы С отбыванием наказания В колонии строгого режима